Приветствую, друзья! Это Анна Томко, главный канал о главном. Тема сегодняшнего урока – грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Мускулюс терминоклейдомастеидус. Данная мышца располагается позади подкожной мышцы шеи. Обратите внимание на это расположение. Она представляет собой довольно-таки толстый и слегка уплощенный тяж, который косообразно пересекает область шеи от сосцевидного отростка к грудинно-ключичному сошленению. Мышца начинается двумя ножками – медиальной и латеральной. Медиальная берет свое начало от передней поверхности рукояти грудины, в то время как латеральная берет свое начало от грудиного конца ключицы. Обе ножки соединяются под острым углом и образуют мышечное брюшко, которое направляется в сторону сосцевидного отростка височной кости. И доходит до верхней выйной линии. Следует вспомнить, что между медиальной и латеральной ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы имеется небольшое углубление, которое называется малая надключичная ямка фоса супра-клавикулярис минор, а между медиальными ножками левой и правой грудинно-ключично-сосцевидной мышцами над яремной вырезкой рукоятки грудины располагается яремная ямка фоса и гуляриз. Что касается функций данной мышцы, в первую очередь необходимо рассмотреть боковое сгибание. Хотя в некоторых источниках литературы оно будет описано как сочетанное движение. Там будет говориться, что при фиксированной грудной клетке и одностороннем сокращении мышца будет наклонять голову в свою сторону и при этом поворачивать лицо в противоположную сторону. Следующая функция при двухстороннем сокращении это сгибание позвоночного столба в шейном отделе. Хотя опять же, при обзоре литературы можно натолкнуться на сочетанную функцию. Притом там будет говориться о том, что голова будет запрокидываться назад, но при том несколько выдвигаться кпереди. Следует помнить, что при фиксированной голове мышца может тянуть вверх ключицу. И еще одна функция, которую можно встретить при обзоре это осевое вращение. Подписывайтесь на канал Анатомка, ставьте лайки, комментируйте, помогайте развитию канала. До встречи!